И всем привет, ребят, с вами Саранка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас на повестке дня новая рельса, которая вчера у нас видоизменилась, наконец-таки у нас произошли изменения с этой замечательной пушечкой, поменялся ее баланс, ну и сегодня мы попробуем ее реализовать, а именно устройство дестабилизация снаряда. Теперь стандартный урон рельсы и критический урон повысили, но при этом рельса стала работать по-другому, теперь в зависимости от ее дальности меняется ее урон и если дальность становится более 100 метров, то урон становится в 2 раза меньше, то есть в половину. При этом у дестабилизации снаряда критический урон увеличен до 80%, ну а стандартный урон уменьшается на 50%. Посмотрим, как покажет себя это устройство, я в принципе уже поинтересовался у ребят. Из всех устройств на сегодняшний момент времени именно это устройство должно показывать хороший результат. Ну а если вам нравятся видосы связанные с обзором вооружения, а именно обзором интересных обновленных пушек и не только пушек, может и вооружений в целом, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Насчет корпуса, сегодня мы наверное давайте попробуем сыграть на двух корпусах сразу, сначала начнем мы с как раз таки того корпуса, который сейчас уже нам не одет, это корпус Крусейдер. Ну а ближе к середине этого боя, который у нас будет, переоденемся на Викинга. Говорят, что у дестабилизации очень медленный поворот башни, поэтому лучше использовать эту пушку с как раз таки летающим корпусом. Но посмотрим, может быть и на Викинге получится дать хороший результат. Нас интересуют криты, ну и нас интересует насколько рельса вообще в балансе, да. Хороша ли она, есть ли в ней нагиб, да, и насколько она вообще актуальна, насколько хорошо она себя будет показывать. Это очень и очень важно. По дрону я пока что играю на кризисе, быть может мы в будущем затестируем эту пушку и с как раз таки другими устройствами. Перезарядка хорошая, но вот разжег у нас довольно таки долгий. Так, но троечку неплохую заряжаем, неплохую. Первый выстрел сразу с критом. Нам вообще интересно посмотреть, насколько большой шанс у нас критических выстрелов. И насколько вообще много мы вместе с вами сможем накидывать. Так, резисты нас особо сильно не волнуют. Если мы наносим как раз таки урончик по противнику с критическим выстрелом, то у нас все должно быть супер круто и эффективно. Три килла уже даем. Ну, в принципе, пару-тройку выстрелов было уже таких неплохих. Если ваншот залетает, то в теории, в теории, в теории, реза может быть актуальной. Но когда, конечно, не 400 урона летит. Если летит 400, то это, конечно, габелочка. Поэтому от шанса крита тоже многое зависит. С диктатором, например, можно, наверное, покидать побольше урончика. И получше реализовать эту замечательную пушку. Ну и, в принципе, даже на большом расстоянии, вне зависимости от того, где я нахожусь, у нас есть возможность с крита ваншотнуть оппонента. А ваншот это как раз таки то, что нам и нужно на рельсе при любом раскладе. Да, поэтому то, что сейчас у нас с хорошей даже дистанцией креточек залетает, это очень и очень неплохо. Не понял, конечно, как сейчас 1700 по противнику залетело. Но в теории есть шансы тут на хорошие такие тычки с 2000. В очередной раз сливаем оппонента. Интересно вообще посмотреть, сколько максималочка здесь может вылететь с этой рельсы. Плюс у нас есть еще оверка, но мне как-то овердрайв даже особо сильно не хочется реализовать. Потому что я хочу увидеть какие-то интересные цифры с самой ушки. И посмотреть, сколько вообще здесь может залететь. Ну, какую-то сосулендеру накинуть по противнику тоже. Можно было бы даже, давайте просто вот так вот кинем. А, о, да, залетело, найс. Я просто думал, что там больше будет пробитий. И тогда можно было бы посмотреть получше, сколько у нас, например, по пробитому танку залетает урончика. Но все равно это, ну, не та рельса, которая должна быть. Не та, не та. Даже вот так вот она не та. Но не та рельса. Да, рельса должна быть в хорошем балансе. Она должна наносить очень хорошее количество урона. Чтобы она работала, чтобы в ней был смысл, чтобы в ней была эффективность. А вот эта рельса, ну, она, ну, что она может сделать? Ну, она может, ну, какой-то килл дать. Да, она может дать там килл в какой-то ситуации. Может фаншотнуть противника, уничтожить. Но этого мало. Этого очень мало. Если учитывать тот факт, насколько жесткий сейчас баланс в нашей игре, да, и насколько большое количество пушек есть, сильных. То рельса на этом фоне смотрится, ну, просто очень слабо. Ну, очень слабо. Она прям вообще, ну, даже близко не находится в том балансе, в котором она должна быть. Так, ну, и давайте мы переоденемся на викинга. По ощущениям полбоя прошло. Посмотрим, что у нас тут. С поворотом, да не, вроде с поворотом все в порядке. Ну, критов нет. Критов нет. Дестабилизация должна давать криты. Должна давать часто криты, чтобы в ней был смысл. Особенно, если ты еще и мажешь много, как я, например. 4300 залетает. Если сейчас повторит. Повторила. Еще повторить. Если три подряд, то будет бомба. Три подряд. А, еще бы я стрелял. Четко по противнику. Но, повторить. Хорошо. Вот это уже 8700. Вот это контактик. Блин, вот еще бы четвертый выстрел подряд с критом. Но вот все зависит от критов. Если криты частые, то рельса становится совсем-совсем-совсем другой пушкой. Совсем другой. Если без критов, то, ну, вы видите, да. То есть, дестабилизация, 400 урона. Ну, и вы с этой 400-кой, конечно, далеко не уплывете. А вот если так подряд, 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 подряд криточки, то там уже контактик совсем другой. Совсем другой контактик, совсем другой интересик. И совсем другие возможности открываются. Ох, сейчас бы ваншотик бы залетел, бы вкусный по этому викингу. Ваншот. Блин, ну, две подряд без крита. Но это как-то грустно. Третья. Тоже без крита. Три подряд без крита. Пробуем сделать вид, что меня здесь нету. Чтобы паладинчик проехал. Но паладинчик только так чисто пикает аккуратно. И все. Так, критовую свою рельсу я отдаю в никуда. Добавляю опять без крита. Получается у нас 4 выстрела без крита. Ну, пятый в молоко. Ну, по ощущениям, свои критовые рельсы я просто в молоко отдаю. Поэтому, поэтому у нас ничего хорошего здесь не получается. К сожалению. Так, ну, смотрим. Не, ну, я даже не успеваю слить. Посмотрим, что у нас сейчас пойдет еще с овердрайвом. Тыщеночка опять без крита. Если криты есть, то, ну, рельса прям супер крутая. Без критов габельные. Без критов просто габелочка. Ну, и по итогу мы скатали, ну, практически половину, чуть больше боя, да. Хотелось бы, конечно, хоть какой-то овердрайв прожать. Не успел я этого сделать. Давайте зайдем. Полный бой, конечно, катать не будем. Но еще давайте вот просто сделаем 10 рельс. И посмотрим, сколько у нас за 10 рельс вылетит критов. Просто 10 рельс для теста. Для теста этого устройства. И там уже можем подводить итоги и делать вердикт, связанный с этой замечательной пушечкой и в целом с этим устройством. Потому что в моем понимании дестабилизация должна была быть, ну, наверное, лучшим устройством после этого обновления. Потому что у нас на расстоянии падает урон на рельсе. А здесь как раз-таки за счет критических уронов урон может не падать. Три с половой. Так, это у нас два выстрела. Из них один крит. Один крит. Так, третью. Ну, третью мы не считаем. Может, я промазал? Мы не считаем. Давайте. Это третья у нас получается. Третья без крита. Три рельсы. Две без крита. Одна с критом. При этом это деста, которая, по идее, должна 50 на 50 наносить урон. Даже где-то может быть больше критов, чем не критов должно быть у нее. Ну, что на самом деле. Так, четвертая без крита. Пятый с критом. То есть это уже два крита, три без крита. Так, дальше. Дальше у нас в молоко. Ну, блин, еще тут. Рельса просто проблематична еще в том. Оп, критик. Хорошо. Сравнялись. Половишка. Еще критик. Не, ну тут просто от удачи зависит. Еще критик. Еще критик. Не, ну когда критует, то тогда жестко, 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 жестко. Жестко начинает раскручиваться сразу рельса. Когда три подряд, это уже совсем другое дело. Совсем другое дело. Совсем. И тут уже под викингом можно уже какой-то контентик дать. Можно уже какой-то джазик разыграть, если честно. Можно попробовать сейчас еще до овердрайва дотянуть. И уже что-то реализовать. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, чтобы криты вылетали. Но танцы какие-то такие. То три рельсы без критов, потом три с критами. Четыре без критов. Четыре рельсы без критов. Пятая. Пятая с лагом сервера. Пятая без крита. Шестая. В молоко. Пять рельс без крита. Ну, а потом, может быть, три с критом. Да, то есть, ну, рандом, рандом. Рулетка. Просто рулетка. Критическая рулетка. Когда-то я именно так называл это устройство. По сути, все в этом плане так и по сей день сохранилось. Есть криточек. Есть криточек. И овердрайвикс. Так, пробуем. Сразу, может, вжимал его. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Девяточка по джагеру. Ну-ка, на девяточка по джагеру залетает. Это, конечно, супер сладко. Так, ну и давайте просто попробуем реализоваться. Попробуем прожаться, реализоваться. Получится, не получится. Сейчас это дело оформить. Десяточка залетела по джагеру. Ну, не, ну, если десятку с крита на викинге давать, то это жёстко. Это, конечно, жёстко. Десятка за рельсу. Это было аппетитно. Так, ну и давайте ещё. Три ластовых. Раз. До смерти два. И ещё одну. Критовая. Не критовая. Ну, не хочет критовать. Короче, это рандом. Всё, что я могу сказать по поводу этой рельсы, это рандом. Если тебе повезёт, то у тебя есть возможность жёстко навалить на ней. Да? Если не повезёт, ну, тогда будешь кидать обычные выстрелы по 500 урона. Да? Но в любом случае, интерес есть в этом устройстве. Да? Но с точки зрения нагиба, конечно, оно такое. Спорное. Очень спорное. Очень спорное. Так, чисто для фанчика. Я думаю, что попробовать покатать на этой рельсе точно можно. Поэтому, если кто вдруг тестировал, то напишите, что вы думаете по поводу этой рельсы в целом. Да? Как она вам вообще? Насколько вы её можете оценить после обновления? Но всё равно, по балансу, мне хотелось бы, чтобы рельса была жёстче. Она сейчас не в балансе. Она сейчас не супер жёсткая. Она должна быть ещё намного, намного сильнее. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мы лично и так, и на тег темпе. Установите его, поддерживайте меня. Участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Ну и итоги у нас этого розыгрыша тоже будет уже через пару дней. Поэтому участвуйте и выигрывайте интересные призы. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok